Ну и поехали, получается, сразу с тобой к следующему видео. У нас есть сейчас проблема. У нас айдишник, да, он в принципе не особо абстрагирован, да. То есть это просто сырой тип. Есть такая штука, называется теневые типы. Когда ты, грубо говоря, не думаешь о типе айдишника напрямую, да, а вместо этого ты создаешь новый тип, да, который является оберткой. Вот. В нашем случае, да, как я описал, вот, у нас есть, ну, большая проблема с тем, что наши айдишники, да, они на данный момент, если они не с бэкэнда, нам нужно как-то ручками отслеживать, да, чтобы у нас не было пересечения айдишников. И мы создали новый объект, но не должен быть новый айдишник, да. Ну, и мы медленно идем к этой церкви. Сначала создали атом, теперь пора создать, собственно говоря, и сам тип айдишник. Теневые типы, они в основном очень примитивные, но, сука, требуют просто дохуяку, да. Ну, потому что ты, фактически, ты имитируешь, да. Те части типа, которые бы у тебя были айдишниками, да, что они очень комфортно. Паблик, страх, тайги. Так вот, поскольку мы хотим, чтобы у нас айдишники в нашем пользователе, в нашем моделях, да, они никогда не совпадали, да, чтобы я мог просто создать какой-то новый объект, и у него сразу же поотточился новый айдишник, да. Мне нужно, чтобы я их мог инкрементировать. То есть, это должна быть какая-то инт, например, да. Вот, давай интом его и сделаем. Угу. Пебля. Паблик лет вэлью инт. Угу. init int int. Но есть простой самый случай нашего init, да. Когда мы просто передаем новое значение, да. Здесь все просто. SelfValue равно value, да. Забирая вперед, да, могу сказать, что это не единственное, как оно может работать, да. Realm-то у нас Realm Model, да. Он работает со строкой, да. То есть, нам, ну, не исключена возможность, что айдишник нужно будет получить из строки. Угу. Ну, там же не обязательно подходящая нам строка, да. Может быть, там какая-то говеная строка. Соответственно, это должен быть Failable Initializer. Угу. Ну, и здесь у нас будет следующее. Вот, ненавижу за это, конечно, свифтовые инициализаторы. Но здесь по-другому нельзя. guard let value равно int, преобразовать строку, да. else return new. Здесь self init, value, value. Да. Ой, блин. Вот так. Получается. Вот у нас сам по себе наш теневой тип, да. Но нам нужно обеспечить хотя бы самые базовые для него операции, да. А это значит, что привет конформансу. Это то, о чем я говорил, что это будет напряжно. Comparable, да. Equatable он должен быть. return self value. ой, блин. Lhs value равно rhs value, да. Блин, нет, не равно, меньше. Lhs value равно rhs value. Это наш comparable. Дальше оно должно быть еще и hashable. Потому что, ну, мы будем ID-шники использовать как ключи в словарях. return self value, hash value. Непрога бы его еще и уметь преобразовать в строку, да. Custom String Convertible. Description. Lhs value. Self value. Description, да. И еще у нас там extension id integer... Блин, неправильно. Integer Expressible by... Integer literal, да. Вот так. Вот так. value. Вот. Вот теперь вот у нас это полноценный тип ID, да. Осталось только один вопрос, да. Ну, как бы нам этой говниной воспользоваться. Ну, то есть, мы до сих пор не можем сделать самое главное, то, для чего это затевалось, да. Мы не можем сделать, чтобы у нас был автоинкремент, да. То есть, чтобы, грубо говоря, каждый раз, когда у нас появляется ID-шник, да, мы когда создаем просто ID-шник, да, чтобы он у нас мог инкрементироваться. Вот. Для этого нам нужно, как минимум, знать о том, что у нас этот ID-шник, да, где-то лежит. Это можно сделать в самом ID, в типе ID, но мы это в самом типе ID делать не будем. По той причине, что мы хотим потом это тестировать, каким-то образом заменять, модифицировать и, может быть, использовать какие-то другие дополнительные схемы, да. Поэтому мы создадим тип ID auto-incremented ID провайдер. Не нравится. Мне как-то не видно просто. Назовем это даже просто. ID провайдер. Значит, получается, что он у нас будет делать. Или даже можно ID factory. ID factory, в принципе, то же самое. Ладно, назовем провайдером. Сейчас на них. Это просто у нас протокол, да. ID провайдер. Он будет делать просто чарующую вещь. Ты будешь сейчас просто потрессать, да. Он будет генерировать, да. Функцию. Функцию. Которая будет возвращать следующее. Она будет каждый раз возвращать нам новый ID. Ну, или текущий какой-то ID, да. Давай его даже ID factory провайдер. Или Или Хер с ним. Напрямую на вызове. Место этого. Пусть у нас просто будет var ID. Которая будет возвращать у нас ID. Get. Ну, а теперь давай рассмотрим, как бы нам это реализовать, чтобы мы могли хранить какое-то наше состояние. Чтобы мы давай для начала просто оперативной памяти. То есть, сохранение между приложениями. Да. Да. И. Auto. In. ID. Auto. Incremented. In memory. Swift Вот Значит Как эта хрень у нас теперь Будет работать По сути своей Ну это крайне примитивная Будет вещь Public struct ID autoincremented In memory ID provider Слушай, я вообще Вот это вот сейчас Конечно выеживаюсь Ну давай мы с тобой Наверное все таки сделаем Более Корректно что ли Потому что Очень мне не нравится Вот то чем мы сейчас С тобой собираемся Заниматься Ну то есть Я просто хотел показать Как там функции делаются Я так не покажу Значит Значит Вместо этого Сделаем Type Alias ID provider Да Это будет функция Которая Возвращает Возвращает Не, это не фабрика Это Да Пусть будет ID provider Значит Ну и теперь Давай с тобой Посмотрим Как это можно Все будет Замутить Уф Титрэш Если это Например У нас Будет В Памяти Да Давай здесь Делаем Файл Private Struct Provider Да Я это делаю Чисто для Неймспейсинга Или он нам Не нужен Даже Сейчас я подумаю Значит Поехали мы С тобой Вместо этого Ну По простому У нас есть Private Static Function Auto Incremented Генератор Что у нас Будет делать Он будет Получать Стартовое Число Инт От которого Он будет Генерировать Да Будет Возвращать Функцию Которая Будет Генерировать ID Как эта Хрень Работает Она Она Грубо говоря У нас Должно быть Var Value Равно Старт После этого У нас Блин Статик Я нахер написал Public Func После этого Что у нас должно Произойти Let Let Result Равно Value Да Потом Получается Value Плюс Равно 1 И Return ID От Result Да Вот Значит Теперь Как эта Хрень Работает Да Я например Делаю Следующее Auto Incremented Provider Стартую С 10 Да F Да Здесь ID Provider Если я Вызову Три раза Например Да У меня Функция В первый раз Вернет 10 Во второй 11 Третий 12 Поняла Да Если я Создам Еще одну Такую Же Функцию Да То у меня Получается И снова Ее там Вызову Да F1 То у меня Снова Вернется 10 11 12 Да Потому что Это разные Ну функции По своей сути Да Если после Этого Я снова Вызову F Да Вот так Да То у меня Здесь Результат Будет ID 14 Да А здесь Все еще Будет ID 11 Поняла Ну то есть Фактически Мы для разных Сущностей Да Можем Сформировать Отдельные Независимые Друг от друга ID Да То есть Которые будут Генерироваться Но отдельно Скажем Для одной Сущности Отдельно Для другой Да Ну Это же еще Не все Окей Ключ Да И вот Теперь у нас Будет Что-то Более Интересное Да Значит Как это Должно Работать Мы должны Взять Да И откуда-то Получить Значение Да Из какого-то Хранилища Это фактически Это Persistent Угу Соответственно Что мы Должны В данном Случае Сделать Ну Я предлагаю Воспользоваться Например User С дефолтами Да Standard После этого User Defaults А ты что Не знаешь Ну User Defaults Это Грубо говоря Настройки Приложения Ты в нем Можешь хранить Это Как такая Примитивная База данных На основе XML Очень Примитивная То есть Грубо говоря Просто Хранилище Ключ-значение Типа Словарика Да Но Которое Между запусками Приложения Сохраняется Ну То есть Достаточно Удобная Штука Бывает Вот Ну И Теперь Начальное Значение Var Value Да Defaults Integer For Key Key Ну А дальше По нашей Любимой Схеме На Но С одним Исключением Каждый раз Когда мы Получаем Новое Значение Да Мы Должны Сохранять Текущее Ну То Значение С которого Мы Должны Начать В следующий Раз Потому что Это может Быть Между Запусками Приложения Да Соответственно Получается Default Set Value Да 4K Ключик Угу Будем Будем Получается Читать Наш Значение Да Получается И каждый раз Когда мы Получаем Value Мы его Сохраняем Да То есть Между запусками Приложения Все Сохраняется Угу В чем Здесь Проблема Да Ну Есть Первая Базовая Скажем Так Проблема Мы Вызываем Одновременно С двух потоков Да Очко Это поток Небезопасно Потому что Мы делаем Value Плюс Один Плюс Равно Что такое Плюс Равно Value Равно Считать Value Плюс Один Да То есть Если два потока Одновременно Да Сработают Один Считал Value И второй Считал Value Да Оба Прибавили По единице И записали То есть Вместо Того Чтобы у тебя Было Value Плюс 2 Станет Value Плюс Один Но здесь Все еще Хуже Да Но здесь Как бы В чем Забава Дефолт Мы здесь Вообще Должны Слегка По другому Поступать Да Мы Должны Читать Текущее Значение Да Резалт Плюс Один Да И потом Его записать Да При этом В чем Для нас Здесь Большое Вика Западло Да В том Что сам По себе User Default Он в принципе Потока Безопасный Да Ну как бы Все было Смешно Если бы не было Так грустно Да При такой схеме Считывания Да Обеспечить поток Безопасность Мы вообще Не можем И тут Есть два Варианта Как с этим Бороться Да То есть По сути Своей Первый Вариант Для каждого Из ключей Да Нам бы Надо Сформировать Да Ну то есть Смотри Мы можем Создать Два Автоинкремента Тайди Да По одному И тому же Ключу Да И мы Будем В заднице Как бы Мы здесь Не блокировали Потому что Мы можем Просто вызвать Две функции Да И они Будут Перезаписывать Друг друга Да Это же Не вот этот Инт Там где Все Ну грубо говоря Каждая функция Уникальна Да Провайдер Здесь провайдер Не уникальный Поэтому первое Что мы должны Сделать Это мы должны Создать Файл Файл Провайдер Вар Да Парсистент Провайдер Он у нас Будет Следующего Типа Поключу Стринг Да А как Значение Айди Провайдер Вот И при этом Доступ к нему Должен быть Поток обезопасен Да Мы обеспечили Просто поток Обезопасность Так вот Ха С ничего Лохов Ничего не надо Да Теперь следующее Получила ты Вот эти Вот Дефолт Это простейший Случай Можно Дефолт Тоже Передавать Снаружи Да Как Зависимость Нам Просто Не нужно Получается Ну то есть Это будет Просто Более Такой Более Тестируемый Код Но просто Здесь его Тестировать Уже дальше Мне Кажется Бессмысленно Так вот Теперь Получается Как эта Хрень У нас Должна Работать Да Она Должна Быть Потокобезопасной Так же Вот То есть Но для того Чтобы она Была Потокобезопасной Нам для начала Нужно Вообще Определить Мы Что Должны Вернуть Мы Должны Вернуть Уже Существующую Функцию Или Создать Многую Да Давай Ее Создадим С тобой По простенькому На Начало Значит У нас Есть Вот Здесь Уже Можно Let Сделать Кстати Atomic Это Атом Вот Вот Нам нужно Сделать Persistent Провайдер Нам придется Его модифицировать Да Первое Что мы должны Получить Это Провайдера Нашего Доллар Ноль По ключу Да Давай я здесь Пока вот так Чтоб просто оно Не ругалось И чтоб мы Не отвлекались Мы должны Получить Провайдера По ключу Да Провайдер По ключу У нас будет Optional Да Теперь Если у нас Провайдер Optional Да Мы должны Создать Нового Провайдера Да Потому что Еще нет По ключу В текущей Сессии И записать Его В этот Словарь Очень напоминает То что мы В реалме Делали Если помнишь Вот То есть По сути Своей У нас Должно Быть Return Доллар Ноль Здесь Давай Storage In Storage По ключу Да Иначе Нам нужно Сделать Modify Да Нет Даже не Modify Иначе Нам нужно Вернуть Некую Функцию Да Которая Будет Заниматься Вот Этой Вот Херней Угу Уже Можем Сразу Return Написать Уже Что Мучиться Вот Ну то есть Мы сейчас Добились Того Да Что у нас Есть Некий Некое Значение Да Let Value Которая Потом Мы Должны Записать Куда В Свой Словарик Да Storage По Ключу Равен Value Да И Потом Должны Вернуть Что Это Самая Value Ну то есть Result Назовем Вот так Ну то есть Проблему Одну Мы решили С тобой Да Мы решили Проблему Того Что у нас Можно создать Несколько Функций По одному И тому же Ключу Да Которые будут Друг с другом Конкурировать А что же Нам делать Все таки С потока Безопасности В данном Случае Да А здесь А здесь Все просто Нам нужно Нам нужно Создать Да Еще Чуточку Логики Ретурн А здесь Будет Let Log NS Log Да Log Do Да Вот такая Небольшая Прелесть Зачем Я сделал Здесь Вик Вот этот Кол Да Чтобы Не Создавать NS Log Да Я бы Мог И здесь Создать Да Но тогда Получается Я бы его Создал Каждый раз Даже тогда Когда он Не нужен Понима А мне Это не нравится Каждому Своё Место Так сказать Угу Вот Ну и здесь Как бы Еще Можно Было Выпендриться Чтобы не делать Каждый раз Запись Да Ну в общем-то Записывающая Операция Она достаточно Простая Достаточно Быстрая Я не вижу Смысла Сейчас как-то Еще оптимизировать Ну на фоне Вот этого Говна Да Решение Здесь У нас Ну по сути Своей Очень примитивное Atomic Start Да Получается И здесь Будет Просто Value Modify Да Здесь будет Доллар Ноль Здесь будет Доллар Ноль Вот Такое Счастье Ну то есть Как бы Теперь уже Понятно Зачем Атом Их Нужен Да Мне бы Иначе Пришлось Очень Здесь Ну то есть Прописывать Локи Для вот Этого Еще Да То есть Достаточно Большой Геморрой Закон Потока Безопасная Живет Себе Своей Жизнью Я абсолютно Не парюсь Ну то есть При этом Как видишь Но потока Безопасности Она в принципе Всюду достигнута И небольшими Относительно Модификациями На самом деле А теперь Смотри Фишка Поскольку У нас ID Провайдер Да Он Как бы Это выразить На русском Он у нас Синглтонный По отношению Ключу Да При этом Он у нас Еще и Потокобезопасный Да Читать нам Каждый раз Отсюда Не имеет смысла Вместо этого Мы можем Повторить Ту же самую Схему Var Value Да Здесь у нас Получается Будет Value Потом здесь будет Value Плюс Равно Один Да Получается Записываем Потом Это Value Да И возвращаем Результат Жутенько Выглядит Да Ну и соответственно Смотри Родственники Да Вот это И вот это Ну соответственно Let value Atomy Lock Ебош Больше не нужен Да Здесь у нас будет Value Modify Да Которая Что делает Вязал Доллар Ноль Доллар Ноль Плюс Равно Один Дописываем Доллар Ноль Возвращаем Результат Но они Уже Весьма У нас Похожи Да Я бы сказал Как Два Брата Да Ну Теперь вопрос Как бы нам Убрать Дублирование Вот этого Да Которое У нас Осталось Между Двумя Функциями Значит Дублирование Мы можем Убрать Ну Многими Способами Да Я могу Сказать Например Самый Примитивный Он Выглядит Примерно Вот так Мы создаем Private Function Да Как бы его Назвать ID Здесь у нас Будет Start Int Да И у нас Будет Еще Дополнительно Action От Int Это Escaping Должно Быть Естественно От Int До Void В этом Случае Мы можем Забрать Вот Эту Эту Штуку Да И Сделать Следующее Сделать Action Ну и Кстати Чем Мы вообще Паримся В данном Случае Конечно Поворотски Слегка Выглядит Но мне Type Прописывать И Прописывать И Просто Сделать Action От $0 Это Будет Даже Action Или Можно Назвать Side Эффект Которая Возвращает ID Provider Ну Тогда Здесь У нас Будет Просто Return Auto Incremented ID Start Да А Action Будет Пусть Нил Ну То есть Давай Сразу Делаем Дефолтным Параметром Да Нил Ну А здесь В свою Очередь Да У нас Будет Следующий Action Ну Дефолт Нам Уже Они Здесь Не Нужны Вместо Этого Сделаем Здесь Вот Такая Вот Фигня По сути Что мы Только Что С тобой Решили Да Мы С тобой Создали Ну Определенную Логическую Инфраструктуру Да Которая Обеспечивает Нам То Как Мы Будем Работать С ID Да Вот Ну Теперь Вы Это Нам И В Модель Каким То Образом Добавить Да Не Помешает Но Здесь В чем Фишка Если Мы Это Будем Добавлять В Модель То У нас Будет Беда Именно Авто Инкременты Да Потому Что Мы Шьем Четко Одно Поведение Да То Есте Либо Оно Будет Чисто В Оперативке Висеть Да Либо Оно Будет В User Default Сходить А нам Это Не Надо Ну Соответственно Для Того Чтобы Избежать Такого Вот Частья Да Я Вот Кстати Здесь Знаешь Что Мне Просто Чешется Хочется Поправить Все Это Поправлю Если Ты Не Возвращаешь А Здесь Получается У Нас Call Здесь Будет Let Result Modify Нет Это Некрасиво Let Result Получается Потом Стор Result И Return Result И Здесь Я Просрал Еще Одну Штуку Сделать Defaults Integer For Key Key Да Вот Ну То 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 Я Теперь Дефолт Создаю Где Надо Да И Запись Я Не Делаю Каждый Раз А то Сильно Мне Не Нравилось Ну Здесь Давай Мы Наверное Modify Result Здесь Storage Key Доллар Ноль Не Уверен Что Оно В таком Случае Будет Работать Конечно Сейчас Посмотрим О Класс Я Опять Сломал Калпилятор Знакомься Ну Это Как бы Да Компилер У них Пока Он Не Не Всегда Ожитает От Меня Такой Подлянки Как Я С ним Делаю Оставим Вот Так Тогда Норм Тема Надо Будет Создать Новый Бах Репорт Вот Это Ребята Удивятся Я Думаю То есть Я думаю Они Такого Просто Еще Не Видели Вот Ну Вообще Репорты Интересные Для них Они Узнают Иногда Что У них Умеет Свифт Делать То О Чем Они Не Знали Вот И Не Планировали Да Вот Поэтому Смотри Грубо Говоря Я Б Очень Хотел Например Да Вот В Модели Сделать Ну Еще Один Метод Какой То Да Который У меня Например Делал Следующее Там Паблик Конвенент И Нит Да Айди 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 Да Равный В случае Чего Да Ауто Ауто Инкременты Айди Кей Да Какой Нибудь Там Ключ Да Ну Самый Банальный Ключ Который Не Приходит В голову Да Ком ФБ Фрэнс Айди Кей Да И Получается Мог бы И с ним Создавать Зашить Да Но Таким Образом Мы Зашиваем Поведение Поэтому Будем Вместо Этого Справляться Фабриками Потом Сейчас Пока Это Не будем Трохать Вот Ну Вот такая Вот Билиберда Виктория Это Авто Инкременты Ну А после Этого Да Уже Нужно Интегрировать Это Будет В Модель Ну И сейчас Давай Сразу Интегрируем Я это Покажу Как Делать Да А дальше Уже Будем Ну А дальше Уже Ну Разойдемся Пол первого Ночи Вот Сейчас Я останавливаю Это Видео